Всем привет! Я, как обычно, приветствую вас на YouTube-канале Головковой Партнёры. А мы продолжаем снабжать вас полезной информацией. Сегодняшняя тема будет звучать так. Как вывести детей за рубеж без согласия второго из родителей? Сейчас достаточно... Это актуальный вопрос. Если вам хочется получить на него ответ, то советую посмотреть вам это видео до конца. А я начинаю. Итак, сейчас многие семьи пытаются выехать за рубеж. То есть покинуть пределы Украины. И, в принципе, для этого есть большое количество направлений. Молдова, Польша, Венгрия, Словакия, Румыния. Как это сделать? Особенно тем семьям, которые по каким-либо причинам. Или это полноценная семья, но выезжает кто-то из родителей. Или люди в разводе, и ребёнок проживает с одним из родителей. Происходит выезд, когда второго родителя вместе с ребёнком нет. И при этом отсутствует нотариальное согласие на выезд, которое, возможно, было сделано, например, до войны, если у кого-то оно есть. Как в этом случае? В этом случае всё в порядке. Вы можете спокойно выезжать, не переживать, ехать на границу. Если ребёнка сопровождает один из родителей, или отец, или мать, согласие второго не требуется. Сейчас упрощённая система. То есть, если у вас его нету, не переживайте, не тратьте время. Даже если вы находитесь на территории, где не ведутся военные действия и работают нотариусы, вам не нужно получать это согласие. Вы можете смело ехать. Вас выпустят. Как быть, например, если ребёнок по тем или иным причинам выезжает с родственниками, или бабушка, дедушка и так далее. То есть, нету кого-то из родителей, обоих родителей, нету с ребёнком. Здесь немножко, конечно, уже сложнее. В этом случае согласие на выезд ребёнка должно быть. По закону нотариальное. Но та информация, которая есть у нас, приблизительно следующая. В связи с обстоятельствами. Если это близкие родственники ребёнка, и это можно доказать на границе, без труда. Есть случаи, когда выпускают даже без такого согласия нотариального при наличии, например, на простом бланке А4 заявления от родителей, от руки написанное, с указанными паспортными данными, или кого-то одного из родителей. Понятно, это больше исключение из правил, но всё-таки такие случаи есть. Желательно вам всё-таки получить такое разрешение, если это возможно. Если по каким-то причинам невозможно, в принципе, близкие родственники могут пробовать вывозить ребёнка без наличия этого согласия. По крайней мере, у нас информация о том, что это возможно было и есть. Вот. В принципе, надеюсь, это видео вам будет полезным. Напоминаю, не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось, нажимайте на колокольчик, чтобы знать о всех наших последних видео. Мы стараемся сейчас информировать вас максимально, оперативно и актуально. Не забывайте задавать ваши вопросы в комментариях и распространите это видео везде, где можете. Отправляйте его друзьям, знакомым, в какие-то группы. Я думаю, эта информация будет полезна для многих. Всем успехов! Держитесь! Субтитры создавал DimaTorzok